Родился я здесь, в этом городе, но меня привезли сюда рожать из города Североморск. Все знают такой город, естественно, россияне. Отец был кадровым военным, служил на Северном флоте. Мама привезла меня в Ленинград, родила успешно, вернулась в Североморск, где я жил до 11 лет. Потом отец вышел в отставку, вернулись в Ленинград, находился здесь, до 1987 года уехал в Америку, где я живу 3-4 года. Советского гражданства у меня нет, у нас тогда лишали, мы уезжали как люди без гражданства, и, соответственно, российского у меня сейчас нету тоже. У меня американское гражданство, я там живу, в общем-то, большую часть своей жизни. Теперь это как бы одна линия. Вторая линия ближе к нашему семинару заключается в том, что, может, зайду издалека очень, я родился в юридической семье, но это все было загадкой, это было непонятно в тех годах. Дом был как дом, отец коммунист, боевой офицер, кадровый военный, в 1940 году поступивший в военное училище здесь, в Ленинграде. Родители, дедушки и бабушки были религиозными людьми, но для советского мальчика это было все очень далеко, совершенно все было непонятно, как там, что. И опять относились к этому с такой непрезрением, а усмешкой. И для меня встал вопрос о непонимании собственного «я» в этом отношении. Как бы из общества шел один мастерчик, по-русски знаете слово мастерчик? Да, посыл. Ну, как бы, одно сообщение из общества шло от дедушки с бабушкой, другое. Мне заинтересовало вопрос, как бы, кто такие евреи, что это за народ, и какое к ним имеют отношение, почему вообще все это. В результате начались изыскания в довольно раннем возрасте, лет 16-17. Потом я отучился в школе, поступил в Ленинградский институт дорожного транспорта. Есть такой замечательный институт. Совершенно лишь был, совершенно без всякого желания. Технические науки меня не интересовали. Родители сказали, тебя никуда не возьмут, возьмут только туда, и это вообще хорошая профессия. Оказалось, что вознабжение канализации – это мечта моей жизни. То есть, о чем-то другом я не мечтал. Это называлось «Лиште ВИК». Мы переводили как «воздухоплавание и космонавтика». Потому что, представляться девушкам, что ты учишься на снабженции канализатора – это была не самая лучшая вещь. Далее. Успешно, тем не менее, закончив институт, я там немножко поработал. И началась деятельность совершенно другого характера. Тут было некое подполье еврейское, культурное, в котором я начал принимать участие. Меня звали на всякие мероприятия, это оказалось довольно интересным делом. Да, я забыл сказать маленькую деталь, может быть. Когда мне было в 1974 году, ко мне пришел товарищ из КГБ, предложил с ними сотрудничать, что было довольно неприятным моментом. Три месяца мы с товарищем разбирались, пока он к ней не отцепился. Но это была такая первая встреча с людьми оттуда. Далее, очень коротко, мы решили уехать из Союза, я уже женился. Решили уехать из Союза, нас не выпустили и до 87-го года не выпускали. С 79-го по 80-м. В 79-м мы начали подавать документы, в 80-м, и очень коротко, документы взяли, быстро дали отказ. В 87-м году мы выехали, уже было двое детей. И приехали в Соединенные Штаты. Да, за это время я успел закончить Ленинградский институт, Ленинградский государственный университет, психологический факультет. Они создали тогда специальное отделение для людей с высшим образованием. Как второе высшее, начался человеческий фактор. Если кто-то помнит постарше, Горбачев говорил, человеческий фактор, человеческий фактор, человеческий фактор. Мне удалось туда протиснуться, потому что, опять-таки, евреев особо в университет не брали. И мне даже отказали на историческом факультете, практически в лицо, что мы вас не возьмем. И товарищ там сказал, что вы никогда не будете студентом нашего университета. Это хорошо помню. В это время я активно участвовал в таком подполье. Как бы ни подполье, мы не взрывали мосты, не посылали поезда под откос. Но была культура, были религиозные круги, были политические какие-то дела. Я занимался историческими делами. Приехав в Америку, я работал научным сотрудником в одном колледже. Там был еврейский колледж в Санценате. Потом переехал в город Лос-Анджелес, учился в UCLA, в университете в Калифорнии, Лос-Анджелес, на историка уже. Учился на историка. И дальше, кратко, в биографии все, мы это закончим. Очень кратко работал, преподавал очень много в разных полежах университетах. Разные виды истории. И западная история, и советская история, и русская история, и еврейская история. Чуть только не преподавал. Мировая история и так далее. И потом, если кто-то знает о проекте Спилберга, проект Спилберга, Шоа Фаундэйшн, сейчас перейдем на русский, Visual History, исторический архив, видеоархив Шоа. Спилберг после фильма «Список Шиндлера» создал некий видеоархив, в котором брали интервью у людей, перебивших в Холокост. Брали интервью цыган, брали интервью геев, брали интервью свидетелей Иегова, которые страдали под нацистами определенным образом. Также у освободителей и спасителей. Если что, поправляйте мой русский язык, потому что терминология по-английски это все делаю. 52 тысячи интервью было собрано на 32 языках. Я курировал, я был историком, там с другими историками, курировал в Восточную Европу, в том числе Союз. В шести республиках бывшего Союза проводились интервью. Далее, когда там работа закончилась, из Лос-Анджелеса я переехал в Нью-Йорк, или, вернее, под Нью-Йорк физически, а фактически работал в Нью-Йорке. Это называется Музей еврейского наследия «Живой мемориал Холокост». Работал старшим историком. Когда это все закончилось там, в 2008 году был финансовый кризис и сократили количество сотрудников. К сожалению, я попал под это. Я организовал с группой друзей свой собственный небольшой музей, музей прав человека, свободы и толерантности. Мне просто на русский надо перевести. Музей свободы, прав человека и толерантности. Он находится в Нью-Джерси. Небольшой музей, но у нас более широкая повестка дня. Мы рассказываем про проблемы человечества, геноцид, Холокост и борьбу за свободу и так далее и тому подобное уже на нашем уровне. Это очень коротко. То, что я делал, участвую во всяких конференциях. Да, я забыл упомянуть еще несколько вещей важных для этого разговора. Я являюсь старшим научным сотрудником Центра по изучению геноцида и прав человека в Радгерс-Университете. Это университет в Нью-Джерси, довольно крупный. Отвечаю там за проект «Диалог Америка-Россия-Бывший Союз». Одна из причин, почему я здесь. Отсюда я выезжаю на конференцию в Москву, посвященную, она называется «Защитим будущее». Конференция посвящена проблемам геноцида, извините, ксенофобии, расизма, геноцида и антисемитизма. И часть моей поездки, связанных моим центром. И что еще надо добавить, может быть, пару вещей. Тоже отношение к сегодняшнему разговору. Я об этом буду рассказывать на самой последней сессии. В Америке существует в некоторых штатах комиссии по преподаванию истории Холокоста. Я являюсь членом такой комиссии в штате Нью-Джерси. Называется Нью-Джерси, стоит комиссион Холокоста Дюкейчен. Пожалуй, все. Это очень коротко, такой белый. Я хотел представиться, может быть, это кому-то полезно будет. И я еще раз извиняюсь за опоздание, но все-таки хочу сделать такую вещь. Можно мы пойдем по кругу, и каждый представится, и у меня будет каждому один вопрос. Рыбакова Алена, город Грачино, газета «Улезные вести», интернет-газета «Граченко.РФ». Главный редактор. И мне кажется, на такой вопрос, начиная с вас. Что вас привело на этот семинар? Так очень коротко. Я хочу сориентироваться, потому что у меня совершенно незнакомая аудитория. Ну, как тут уже говорилось, мы не очень хорошо знаем историю исторического имена подоплека, поэтому хотелось бы узнать. Окей, хорошо. Другой Сергей, я из Петрозаводска. Скорее, я блогер, гражданский активист. Веду свои небольшие СМИ, пишу больше про проблемы психического здоровья и про социалочку. Социалочка – это что? Ну, социалочка. Это когда пытаешься немножко привидеть то, что тебя интересует, а на самом деле это проблемы, с которыми сталкиваются люди с психическими заболеваниями в России. Я пишу про гражданский активизм локальных в Карелии, в России. А что вас привело сюда? Как я сюда попал? Меня пригласила Наталья Молина. Пригласили вас мы. А Наталья Молина была передача, что вы измените. А, так было? Просто с нее все равно я даже посвящал немного по-другому. Я поставил программу фестиваля и понял, что меня эта тема тревожит, потому что меня коробят с того, как язык ненависти и тема такого попустительского, приемлемого отношения к насилию вообще любому в современном обществе становится нормой. И поэтому хотелось бы повысить свою грамотность именно в вопросе того, как было совершено одно из крупнейших преступлений 20 века. Спасибо. Игорь Докучаев меня зовут. Я преподаю журналистские дисциплины в университете в Пскове и являюсь журналистом, действующим, работающим. Да, тема интересна. Ну, во-первых, послушать, есть ли какие-то изменения в трактовках. Потому что за прошедшие годы мы сталкиваемся и раньше с тематикой. И в Псковской области, к примеру, есть даже очень интересный город Невель, где там был, где Голубая дача, где была довольно большая трагедия, где еврейское население, немцы расстреливали маршистов. Ну и дети там занимаются тоже, в общем-то, пытаются по-журналистке эту тему освещать. Но учитывая, что инструмента нет, я имею в виду инструмента журналистов, как освещать, как подходить. Поэтому и преподаватели стоят в такой выжидательной позе, не зная, как реагировать на то, что делают дети. И, в общем-то, дети тоже в результате не понимают, как нужно освещать эту тематику, даже если взять конкретные события, там, Голубая дача. Поэтому хотелось, конечно, с вами прообщаться. Хорошо. Станислав Сенин, я из Ленинградской области. Как его зовут? Станислав. В Ленинградской области, местная газета, но я как-то не штат, могу понять, больше свободный. В данном случае, не наша тематика, но у меня в данном случае есть более личный интерес. У меня просто сама бабушка, дочь Гюрика, и она родом наиграется в Америке одно время, в Нью-Йорке сошла два лет, в Германии переел, вот там закончился уже. Поэтому есть некоторые были личные интересы, и тоже посещал Германию места бывших консулагеря, немецких, и, в общем-то, именно такая личная история, поэтому хотелось приезжать к этой теме прикоснуться. Вы знаете, почему я улыбнулся? Вот, значит, личного. Кто-нибудь был в музее Холокоста в Берлине? Мне там потрясла одна вещь, это, может быть, офф, немножко, значит, очень хороший музей, очень хороший, вернее, там еврейский музей, Холокоста, все замечательно. Там есть такая ниша, скамейка, и сидит человек, значит, там написано, что еврей, и можно поговорить с живым евреем. Я вообще удивился этой идеей, на самом деле, что как бы, я себя, например, представил, что я сижу в некой клетке на жердочке, как попугая, значит, там разговариваю, я не лично, это самое, что по поводу личного интереса. Мы как раз будем говорить и насчет личного интереса, вы совершенно верны, как еврейский народ с этим связан, и во многом будем говорить о том, как совершенно невереческая тема, как Холокоста. Я просто вас понимаю, что вы имеете в виду. Ну, с тем широк. Да, я понимаю. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Сергей Калачев, я тоже из ГАЧа, на Ленинградской области, продюсер информационной группы «Осмедиа». Ну, как Анна Аркадьевна тут говорила, это все-таки личный интерес. Естественно, у кого-то есть бабушки в Киеве, и вот у меня бабушка из Кракола, поэтому в данной ситуации личный интерес, а практический интерес, ну, наверное, мы смотрели там в Википедии или где-то, Холокост с большой буквы, заглавное, это все-таки Холокост уничтожения евреев, а Холокост, как всесожжение, с маленькой буквы, он касается и славян тоже. Поэтому любая форма геноцида преступна. Поэтому здесь, помимо личного интереса, просто, я думаю, как у многих не даст, так вообще знание. А мы тоже покорим на эту тему. Как раз я хочу ее затруднить сегодня. Только завтра, это будет не сегодня завтра. Ну что, с этим меня зовут Дорька Артаманова, я из Верикого Новгорода, я работаю с посадователем в новгородском филиале РАНХИКС. Нужно расшифровать? Понятно, да? Нет, непонятно. А, Российская Академия народного хозяйства и государственная служба. Предпределяю социальные дисциплины. В последнее время в общем-то тема исторической памяти очень интересная на эту тему. Разумею читать и про нашу историю, и про Холокост, в том числе. И вот я сюда приехала, чтобы побольше узнать об этом и понять, как это студенты на всю эту тему. Как ты переносишь, чтобы они понимали и загнулись. Я тоже из Великого Новгорода. Я доцент Новгородского университета. Предпределяю социологию, психологию, журналистики и гендерные исследования. И мне интересно тоже язык вражды. И меня так как бы это очень сильно успокоит в нашем обществе. и одна из тем, которые тоже занимаются, это гражданское образование, просвещение. И мне тоже важно понять, как объяснять эту тему студентам, как об этом писать, чтобы это было понятно, доступно, и чтобы какой-то инсайт происходил. Понятно. Не просто так описался, а вот чтобы снисайтом. Хорошо. Меня зовут Владимир Групп, я Владимир Дмитриев, медиагруппа LifePeterville. У нас основное направление это видеоканал на YouTube и национальная агенция. Я много знаю о Холокосте и геноциде, побывал на Северном Кавказе, смотрел мемориалы также и в Армении, и в Ростове, но тема очень тяжелая, впечатлений было многое, но я бы хотел бы еще, чтобы вы поделились своим взглядом на это, еще что-то дополнить. Очень спасибо. Сергей Алексеев, главный редактор газеты 2020, общественно-деловой, кандидат политических наук и депутат местного совета Петербурга. Вообще, выжил, занимаясь научными работами и издательством, я бы столкнулся с такой интересной вещью, как Холокост стало именемно-рицательной, и Радио Свобода, кстати, очень большая передача посвящает этой тематике, и, видите, вот недавно, как говорится, круглая дата 75 лет Нюрнбергского процесса, хотел бы узнать, а почему в Нюрнберге-то это как-то не так, это все было совсем, как нужно потом уже, как бы первая волна, вторая волна, потом третья волна, посвящение этого Холокосту, вообще тема очень такая достойная для изучения как с научной точки зрения, потому что на самом деле мало изучено в этом отношении, многих книг, как говорится, есть, но такое ощущение, что эти издания выходили в каком-то определенном направлении, то есть не давали объективности такого аналитического, как говорится, понятия, и все объемлющего, воспринимались совершенно по-разному, и был такой, субъективист такой присутствует, скорее всего, но хотелось бы вашу точку до нее знать, и в принципе эта интересная тематика, она у меня очень интересует. Татьяна Романенко из Ленинградской области, я представляю газету, дальневосточную газету «Арсеновские вести» Ленинградского области, вернее, по северо-западу, скажем. Меня очень возмущает бытовой антисемитизм, который по всему, по всей территории Российской Федерации воспитывается здесь, на данном и востоке, и другом. И меня интересует еврейская культурная в Северо-западе. Меня зовут Андрей Ирысев. Андрей, ты же снилите. А? Снилите. Ногу снять нас? То есть тут вы сказали, что кто-то боится отрава, отри. Какие-то я надену вас, почему-то на всякий случай надеваю. Андрей Ирысев, я такой двуязычный, я знаю русский псковский и русский ленинградский. Поэтому с удовольствием поднимаю счастье в этом семинаре, потому что во-первых, я хочу понять, как общаться к людьми, которые нейтрально относятся к Холокосту. И, как я написал в заявке, чем в конце концов, извините за крутальность, чем отличается Холокост от БЛМ, например. и в чем загвоздка и прочее, прочее. Ну и вот это откуда появляется БЛМ, когда уже был Холокост в историческом. Это и там еще есть вопросы, которые я могу поспорить и с вами тоже, потому что в советские времена был еще сангаид национализм. Тоже. Ну это потом уже, позже. У меня там такая просьба насчет БЛМ. БЛМ вы видите в Black Lives Matter. Да, да. Давайте завтра на последней сессии вернемся к этому вопросу. Хорошо? Ну и вообще как освещать это для людей, которые не читают. А сам я из издательства «Мой район». Просто для меня немножко неожиданная такая связка между Холокостом и БЛМом. В Соединенных Штатах никогда я не видел ее. Ну это очень интересный вопрос. Просто для меня это очень интересная реакция здесь. Окей, это очень интересно. Вот и меня-то задел. Нет, я просто никогда не видел такой связки, но если у людей есть какая-то связка на интеллигентном уровне, то тогда это очень интересно. Потому что в Америке мы не обсуждаем никогда не было никаких привязок. Как-то БЛМ и Холокост не было. Это очень интересный вопрос. Здравствуйте, меня зовут Анатолий Рукшин, я из Аркадьевска, местный бюджет на защиту прав граждан. В основном у нас темы связаны у коллеги с социалочкой, у нас с коммуналочкой. Все-таки глональный вопрос. Но данная семья мне интересна поддержка сведущей мотивы, поскольку в нашей семье это всегда замалчивалось кто мы и что мы и просто даже отец был в очень глубой форме и это не позволяло делать но потом настали времена когда можно было в архиве что-то найти все было отказано и НКВТ и НКВТ и поэтому тема мне всегда была интересна и даже когда я был фаргуком черная тема была геноцид и поэтому я ваши интервью с 28 читаю в интернете это была личная часть спасибо спасибо меня зовут Кирилл Берк из Петербурга мне хотелось усилить свои знания по этой теме как-то их систематизировать потому что периодически когда что-то пишешь на эту тему ну хочется хочется это делать и уже хочется спасибо ну что касается меня я представляю российский государственный педагогический университет имени Герцена кафедры ЮНЕСКО основное направление работы нашей кафедры это проведение конференций круглых столов семинаров особенно их много было и по нашей кафедре и по структурным подразделениям университетов вперед подготовки и проведения 75-й годовщины победы Великой Отечественной войне вот здесь надо сказать что тема Холокоста все-таки не получает своего достойного освещения когда забывается забывается в общем потоке фраз количество погибших а между тем в каждом университете есть живые свидетели Холокоста поэтому участие в семинаре для меня безусловно полезно в том что почерпнутые сведения цифры концерты будут использоваться извините вас зовут как вас зовут Наум Беркович просто не расслышал или не назвали спасибо здравствуйте прошу прощения что немножко опоздал меня зовут Андрей Карих я называю себя журналистом но я сейчас на момент не пишущий журналист а ведущий проекты по защите СМИ прав СМИ и антикоррупционные проекты я с темой Холокоста история Холокоста противодействия отрицанию Холокоста связан не случайно и уже давно правда это не мой главный фокус все таки я занимаюсь этой темой вынужденно уже без малого 10 лет в силу одной организованной антисемитской кампании которая проходит в моем родном городе в Перми и которая не сказать что самая громкая может быть в России но по крайней мере самая самая организованная и вот так как местное сообщество никак не занималось этой темой я вынужден был заниматься ей издалека и добровольно или не добровольно в любом случае с интересом вник в эту тему давно читаю разные книги читаю и ваши интервью Игорь мы с вами знакомы заочно по конференции которую мы проводили в январе этого года по противодействию отрицанию холокоста вместе с научным центром холокост и Игорем Александровичем Альтманом Ильей прошу прощения Ильей да Ильей Альтманом вы сейчас едете насколько я понимаю на конференцию по противодействию антисемитизму я там тоже буду не только антисемитизму я специально разильный совершенно верно да я просто сокращенно сказал ксенофобия и расизма кажется положение так что мы будем вместе на этой конференции в Москве спасибо за то что вы представились это для меня очень важно как я сказал аудитория для меня незнакомая я совершенно откровенно говорю в России бываю не так часто и живу американской жизнью так получилось моя жизнь и не жизнью так называемой русской общины с ними связан я не отрицаю их но не живу вместе с ними когда я думал когда я думал составил программу семинара то я прям понял что а скорее всего люди будут которых что-то интересует я вам покажу что нужно хорошо окей то что людей это интересует с другой стороны я не знаю кто что знает третье совершенно совершенно нет просто я вам скажу пока ставьте это и я не представляю что нужно и возможно пересказать все нюансы холокоста история в университетах часто преподают целыми курсами это может быть занятие один семестр два семестра и я представил себе задачу по-другому что у нас будет ну может быть полулекция полуразговор с вашими вопросами это номер один номер два я больше поставлю вопросы дам какие-то ответы как я представляю окей потому что опять-таки начать перечислять факты такого-то такого-то числа было то-то-то я не вижу смысла есть литература и люди грамотные и так далее я все-таки хочу сделать немножко по-другому шаг за шагом провести вас по каким-то проблемам связанным с этой тематикой иметь может быть что-то обсудить если вы не возражаете факты вы можете найти википедии и в книгах и так далее какие-то факты будут я не отрицаю я хочу показать так как сегодня журналисты я издалека знаком как бы с вашей профессией ну немножко ее представляю что может быть какие-то визуальные материалы вам потребуются потом когда мы с Анной Аркадией обсуждали нужно ли хэндаутс я не знаю как по-русски хэндаутс раздаточные материалы то я сначала думал сделать подборку потом передумал я хочу вам предложить следующую вещь если кого-то что-то заинтересует или из разговора или из фотографии там картинок которые будут показаны то я вам раздам не сегодня завтра я немножко торопился не взял с собой свои визитные карточки там есть мой email пожалуйста я готов с любым переговорить переслать эти материалы они не являются военной или государственной тайной и чтобы вы могли пользоваться спокойно но я решил не тратить бумагу раздавать какие-то вещи и так далее не вижу смысла тем более моя проблема была еще следующая что я не знаю кто насколько знает английский язык я работаю по-английски и читаю по-английски и по-русски естественно тоже читаю но материалы с которыми я работаю они английские так 99% вот поэтому я решил это не делать поэтому пожалуйста я готов к сотрудничеству или к разговору к диалогу в будущем уже на электронном уровне что я не знаю что я не знаю что я не знаю